Господи, Господи, сердце не Божие, помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok Благослови нас, Господи, на это занятие. Благослови детей наших. Открой, Господи, им сердца для слышания слов Евангелия. Коснись, Господи, и даруй им веру, истину нелицемерную. Господи, доведи нас всех до Царства Твоего Небесного. Да будешь ты благословен во веки веков. Аминь. Садитесь. Давайте, пока тетя Надя не пришла, вспомним, о чем нам говорила Надежда Васильевна на прошлом уроке. Кто помнит? У вас есть тетради, можете достать. Кто принес свои тетради? У меня нет. Нету, моя рыбка. Давали задание выписать места из Евангелия, из Ветхого Завета и одно место выучить. Некоторые выписали, но не все. Вы хотя бы открывали Библию, прочитали эти места? Угу. Он меня сидит. О, что сидит она? А где Ксюша? Она зашла туда. О, что она зашла? Ну, давай, Тарас. Какое место из Писания нужно было выучить? Хотя бы прочитай его. Еще раз. Плач и Иеремии 3, 22. Зачитывай. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Не истощилось. Кто выучил это место из Писания? Ну, давай, процитируй. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Плач и Иеремии 3, 22. Молодцы. Теперь открывай, Агниша, свою тетрадь. Не у всех есть такая тетрадь. По очереди давайте прочитаем. Агниша, внятный почерк. Лера, прочти вот. 1 Иоанна 2, 17. И мир происходит, похоть его. Иисус. Происходит, и мир происходит. Ипохоть его исполняющий. Более Божьей пребывает вовек. Пребывает вовек. Вот, дети, вникайте больше в Слово Божие. Потому что Слово Божие нам говорит, как нам нужно жить, как нам нужно поступать, живя в нашей временной храме, в нашем теле. Мы здесь временно. И конец наш может постигнуть нас внезапно. Помните об этом всегда. Чтобы мы не были не готовыми в тот час. Да сохранит нас Господь. Садитесь на ту сторону. Листочки свои доставайте. И кто не завел еще тетрадочки, дойдите, будьте ручки взяла. Если нельзя. У кого нет листочка? У кого нет листочка? А почему не взяли? Я же вам сказала, Лея, ты передала? Вас не было на прошлом занятии, что нужно взять или блокнотики, или тетради? Сейчас я принесу листочек. А у тебя не было на прошлом занятия? А ручки пока берите, у кого нет. А дома я тебе дам блокнотик, и ты все перепишешь. Гликерию дай ручку обнешь. Гликерию, вон она. Да, она написать не умеет, она пока рисовать будет. Еще листочки нужны? Да, вот и листочки. Еще два. Дай гликерию. На клеенке не рисуем. Запомнили? С собой листочки, блокнотики, тетрадочки носить. Слышите, чтобы мы на это время больше не тратили. Давайте я вот сюда и сяду, чтобы вы меня все видели. Вот тот стих, который Надежда Васильевна вам в прошлый раз задала. У нас сейчас несколько учителей. Вот Надежда Васильевна сказала, мы с вами, если где-то там встречаемся, я для вас тетя Надя, она тоже моя, баба Надя, тетя Надя. Но когда мы в школе, как учителей зовут? По имени и отчеству. Да, вот мне Надежда Васильевна такое сделала замечание, пожелание. Мы в школе должны уже быть по имени и отчеству. Вы ученики. Я к вам с уважением отношусь, вы ко мне с уважением. Хорошо? Сейчас кто наизусть, вот Агнюша рассказала, да? Еще кто-то выучил? Да. Ты? Давай. Ну, выучила стих? Нет? По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощает. Это разная. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. По Черемии 3, 22. И милосердие, вот второй стих следующий. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. То есть, каждое утро у Господа много милости. Понятно? Новая милость, новый день, новая милость. И так, что вчера Господь всю доброту на нас потратил уже, всепрощающую свою любовь. И сегодня у Его уже столько нету доброты на нас. Нет, у Господа не истощается Его милосердие, и каждое утро оно обновляется. Понятно? И все снова. Слушаем, не рисуем. Так. Это мы продолжили прошлый урок. Еще у нас был начат... Вот когда каникулы были, кого-то не было, не помню, то ли вас, то ли роботов не было. Мы начинали тему... А, вы были на... О церкви. Мы начали тему. О церкви. Вот, я вам задавала вопрос, кто был, кто не был. Давайте повторим. Что такое церковь? Ну, своими словами, как можете. Церковь – это дом. Дом, Боже, так. А, Гнюша? Храм – это место, где собираются люди и молятся. Молятся. Так, это ты сказала храм, так? А церковь? Вот церковь – это одно и то же, что храм, или что-то все-таки другое? Одно и то же. Ну, как вы сможете. Одно и то же, что храм. Одно и то же, что храм. Церковь и храм одно и то же. Тоже верно так. А Леонида? Церковь – это люди, которые собираются молиться. Да, то есть церковь – это не… Нет, в одном понимании церковь, да, мы говорим, мы пошли молиться куда? В церковь. В церковь как здание. Но у церкви есть более общее понятие. Это не стены, да? Это не стены, не фундамент. Это общество людей. Просто общество людей. Вот пришли сегодня в магазин, торговый центр, огромное общество людей. Они там работают, они друг другу коллеги. Это будет церковь, общество людей? Нет. Нет. То есть ни одной работой они объединены, да, а к чем? Какое общество людей, которое мы можем назвать? Это церковь. Вот мы к какой церкви принадлежим? И признаем ее самой истинной, самой благодатной. Православная церковь. Вот православная церковь. Как бы мы объяснили это общество людей? Чем они объединены? Ну, давайте подумаем своими словами. Православной верой объединены, правильно, Тарас? Объединены православные веры. То есть единое учение нас объединяет, правильно? Не образование, не место работы, не место сбора нас объединяет, прежде всего, вера объединяет. То есть объединяющий момент тем, что мы соединены между собой, общество христиан соединенное между собой православной верой, одним законом Божьим, одной законной иерархией, то есть у нас священство, единое священство законное, идущее от апостола, и одними таинствами, которые в нашей церкви происходят. И вот все люди, которые подходят под эти критерии, являются членами церкви православной. А важно, что вот здесь у нас церковь православная, а, например, там где-то в Азии, это уже не церковь православная, там уже другая, а где-то еще в другом месте, то это тоже другая уже церковь объединения христиан. Как-то за местом закреплена церковь? Географическим положением она как-то зацеплена, нет? Нет. Вот где бы ни был христианин, если он живет, и они там молятся, исповедуют веру православную, закон Божий учит, и там есть священник, который исполняет таинство, и все правила совершает правильно, неотлученные, законно рукоположенные священники православные, то они тоже принадлежат к этой же нашей общеправославной церкви. Понятно? То есть где бы ни был, вот приехали вы хоть в Америку, хоть в Австралию, и если там вы встречаете, он для нас брат, если она для нас сестра, мы все в вере православной, да? Братья и сестры церкви православной. А в церкви кто глава? Кто глава? Церкви. Матюшка. Нет, вот не нашего конкретного храма, нашего прихода, мы прихожане одного, есть другие прихожане другого храма, очень много храмов, епархий существует, патриархов несколько православных существует, но все вместе, вот все-все-все церкви, которая вот вся вселенская наша православная церковь, кто глава над этой церковью? Христос. Священство, о которых мы в определении церкви сказали. Какие у нас есть священники, какие степени священства, священнослужители, какие у нас есть? Самый первый, это кто? Мы давно, несколько лет назад сами разбирали, ну что помнят? Первый, вот человек решил стать священником, он выучился, он достоин, он нигде никак себя не запятнал, у него хорошая характеристика от прихожан, от других священников, и он решил стать священником. Первое, кем он становится в церкви после рукоположения? Помощником священника. Первое, ну помощник священника, вот как он называется? Ну это уже не просто там панамарь или который свечками занимается. Диа, дьякон, дьякон. Диа, это уже относится к священнослужителям, самая первая ступень. Вот чтецы по наморитам, кто колокольник, кто за свечками следит, кто на клиросе стоит, это церковнослужители, они не имеют священнического вот этого, ну как сан, наверное, или как он называется. То есть они не священнослужители, но первая ступень, это самая первая, дьякон. Дьякон, в каждом храме существуют дьяконы, которые должны к тенью петь, голос у них такой громкий, чтобы слышно было нараспев, вот это считают самые лучшие дьяконы. Но у нас вот у батюшки нет дьякона, он сам к тени читает. Вторая ступень после дьяконы, кстати, дьякон имеет право, по правилам канона, становится не раньше 25 лет, верно? Вот любой священник, он не станет священником, пока сначала его не положат дьяконы. Это первая ступень. Могут прям вот сегодня дьяконы, а завтра уже на священника. Но все равно эту первую ступень он должен пройти. Вторая ступень, я вам уже сказала, это священник. Священник, запомните, это тоже важно. Не раньше, в скольки лет? Тридцать лет. Вот в тридцать лет. Не может быть, недостойно считается священник, которого там молодого семинариста, там 18-20 лет рукополагают. Тридцать лет должен хоть какой-то небольшой жизненный опыт у него уже быть. Ну и священникам, когда рукополагают, ему сразу говорят, давай, женись, и тогда рукополагают тебя священником. А если он говорит, да я не хочу жениться, тогда в монахи иди. То есть он должен до рукоположения священца выбрать. Почему? Потому что в тридцать лет, ну не раньше, позже можно рукополагают, он уже должен быть, либо он семейный, определиться уже к этому моменту, либо если он будет не семейный, он священник, он служит церкви, а он, например, еще хочет семью создать. Ну как это будет выглядеть? Начнет ухаживать там за прихожанками, соблазн какой-то подавать, разговоры. То есть он должен уже иметь свою матушку, а если он говорит, я не буду создавать семью, они тогда идут, принимают сначала монашеский острик, и они становятся монахами, священниками монахами. Понятно? Есть такие священники. Вот католические священники, они, все монахи, они не женятся. У нас священникам разрешено православие. И третья ступень, самая, считается, высшая от священства, самых-самых достойных, самых ревностных, самых грамотных, обученных. Их ставят кем? Следующие. Патриарх. Нет. Епископ. Епископ. Вот это уже самая высшая епископ. А уже епископы бывают разные. Есть епископы, просто есть митрополиты. Вот у нас на Алтае самая высокая должность, митрополит. А если по России самая высокая должность, кто сейчас, ты сказал, патриарх? Вот, патриарх. Но это тоже епископ. Самый главный епископ, но он епископ. Все, вот три, запомните, трехчинная у нас иерархия. Это диакон, священник. Диакон не раньше 25 лет, позже можно. Священник 30 лет. И дальше идут епископы. Епископы разные. То есть, вот такая трехчинная иерархия. И самое главное, что мы свою историю церкви ведем от кого? Вот эти священники, они же друг друга рукополагаются. Епископ имеет право рукоположить нового священника. Ну, диакона, потом священник. Этот священник, если вырос, дорос до статуса епископа, он тоже рукополагает других священников. Ну, эти-то старецы умирают, правильно? То есть, время же идет. История церкви уже 2000 лет. Поэтому идет вот так последовательно рукоположение. И эта связь рукоположения не прерывается. Вот родился Христос, вот здесь живем мы. И здесь все время шло законное рукоположение епископам. Вот скажите, от кого наши все епископы идут и священники? Кто первый рукополагал? Ну, говори, не бойся, любовь к Христос. Так, еще кто как думает? Ну, кто рукополагал самых первых священников? Кто были самые первые епископы, как бы так вот скажем? Крежники. Нет. Первые были апостолы. От апостолов идут. А апостолы, когда получили этот дар? Мы с вами будут прохлевать день рождения церкви. Вот эта церковь вселенская, объединенные все христиане, между собой православная вера, законы Божьим, законы иерархии, тайнеры. Вот вся наша церковь. Когда считается день рождения нашей церкви? Когда сошел Святой Дух, Леонида, молодец. Дух Святой сошел. Сошествие Духа Святого на апостолов, помните? Икона такая, где такие как огненные язычки над каждым апостолом. То есть Дух Святой показан в виде огненных язычков. Он сошел на апостолов. И этот праздник, как мы его называем? Летом его празднуем, тепло уже. День Святой Троицы. Правильно. Или Пятидесятница. Не бойтесь, говорите правильно. Пятидесятница. Или День Святой Троицы. На какой день? На Пятидесятый день после Пасхи. Правильно. Говорите громче, не бойтесь. Но Пятидесятый день после Пасхи считается, что наша церковь родилась, сошел Дух Святой на апостолов, и они получили эту благодать, которую передают и до ныне, до нашего сегодняшнего дня. Это церковь, наша церковь. И вот мы с вами тогда прочитали стих, я вот его распечатала, чтобы мы его выучили. Матфея 16, 18. Лера, тебе видно? Да, запишите себе в тетрадочках. Вот не сам стих, а вот это Матфея 16, 18. Дома выпишите. Сейчас время на это не тратит? Да, вот так вот. Хорошо. Матфея 16, 18. И давайте это с вами прочитаем. Я с большой буквы, это значит кто? Кто говорит эти слова? Иисус Христос. Он говорит что? Я создам церковь с большой буквы церковь. Церковь мою, с большой буквы, потому что все местоимения, которые относятся к Христу, пишутся с большой буквы. Это Христос. Церковь мою и врата ада не одолеют ее. Под вратами ада что подразумевается? Все силы зла, все адские силы, все бесы, а бесы, да, правильно, огонь гиенский. Вот все силы зла, все коварства, которые в мире существуют, которые хотят разрушить эту церковь непрерывно, ежедневно. Эти силы зла пытаются разрушить и нарушить истинное учение церкви. Вот мы с вами разобрали, как все хорошо, замечательно, рукоположение произошло и дошло до наших дней. А вот эти силы зла не спят, не дремлют и трудятся. А на что они трудятся? Разве они могут сказать, Бога нет? Да сейчас уже почти никто в это не поверит. А они как делают? Они говорят, Бог есть, Он существует, и Библия есть, и Слово Божие есть. Но надо учить по-другому. Учение другое. Нужно вот так, нужно вот так. И все время непрерывно рождаются разные ответвления, которые, как церковь, как дерево, имеют несколько ветвей разновидной, как бы вот имеющих благодать. Но есть такие ветки, которые отклоняются настолько далеко и уже противоречат самому главному учению церкви, что их уже на разных там соборах их признают раскольничьим учением, еретическим учением. И они от церкви отходят, отступают от церкви и находятся вне церкви. Вот, вот смотрите, опять же, представьте себе, вот невидимую эту, вот апостолы, вот мы живем, да, вот церковь себя хранит. И от нее все время какие-то идут ответвления. Там, например, Мартин Лютер начал свое учение, да, он был священником. И там дальше, дальше они отходят и вовсе уже отделяются, формируется протестантская церковь. А от нее там лютеранская, потом протестантская, англиканская. И там пошло-пошло очень много, даже в нашем небольшом провинциальном городе существует много разных учений. Кто знает, какие еще существуют вот такие отклонения от церкви, ну, названия, какие вот вы слышали. Какие существуют? Сектанты. Ну, сектанты, да, так, сектанты, как по-другому еще говорить. У них названия есть, у этих сектантов? На Б, например, есть. Они очень хорошие. Сектанты? Нет, они как раз. Даже не сектанты. Они с Богом, они очень любят Библию. Они хорошие, они не курят и не пьют. У них самые лучшие характеристики на работе. Но учение у них настолько отдалилось уже. И не учение, а у них нет священства. То есть они решили, что вот это законное рукоположенное священство им не нужно. Они вот посидели и говорят, ну что, вот Тарас у нас хороший брат. Вот он ничем себя не запятнал, прекрасный человек. Он будет у нас, они называют, пресвитер. Вот такой мы с вами, да? Замечательный. Вот. И они выбирают. И люди действительно замечательные. Но священства у них вот рукоположенного нет. Идущего от апостола. И в этом наше с ними расхождение. Но есть и другие. Есть же очень много различных, ну кроме баптистов, очень много. Считается, что несколько тысяч уже существует только те, которые вот разные виды, которые христианские. Но они даже вот, уже наверное даже не всегда их можно христианскими назвать. Там различные смеси иудаизма и вплоть до сатанизма доходят. Представляете? А все вот так вот отдалились. И жертвы приносят различные. И они все себя называют какой-то религией, церковью или еще что-то. Но это могут они церковью себя назвать? Мы определение церкви с вами прочитали вначале. Могут? Не могут. Не могут. Настолько отклонились и порой просто... Не касаясь, а то нарисуется ручкой и все. Поэтому все, которые на протяжении вот этого времени родились в каком-то... В 15-м, 17-м веке вдруг рождение новой церкви, оно не может быть истинным, потому что оно не имеет связи с апостолами. Оно вдруг родилось где-то, например, в 18-м веке новое учение. Или до сих пор рождаются, и в 21-м веке. Кто-то вдруг вот так начинает понимать, находит себе последователей, создают, встречаются, молятся, считают, что они там творят и в Харистию, и все. Но отношения к вселенской, святой, православной нашей церкви они уже не имеют. Понятно? Так. Еще раз давайте все вместе прочитаем этот стиль, и дома вы выпишите и запомните. Фором читаем. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот. Ликерия. Запомнила, нет? Ты читать еще не умеешь? «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». С бабой Надей вы учите, да, на этой неделе? Я бабе Наде скажу, какой стих из Писания. Хорошо? В следующее воскресенье расскажешь. А мне, сестра, мама. Сейчас запою. А когда запою, там подольше, без батюшки, там дольше, потому что проповедь читаю. О, запели уже. Ну все, запомните, глава церкви – Христос. Церковь – это не только здание, это, имеется в виду, общество всех христиан. Ясно, там церковь, мы... И врата ада не одолеют ее. Это Христос сказал. Божественная глава и источник благодати – Христос. И эта благодать и стягнут, и пропасть никуда не может, потому что Христос не может лишиться благодати. Он нам ее дает. Он – источник благодати и истины. Отдельные христиане в церкви могут согрешать и отпадать от нее. Даже священники могут грешить. Но на этом не надо соблазняться и считать, что вся церковь погрешила. Если отдельные ее члены отпадают грехами своими и не каются в них. Если каются, то это хорошо. А если не раскаянные грехи, и церковь прибудет до конца всех дней на земле. Понятно? Все, пойдемте раз уже запели. Ручки, которые я дала, туда ложите, я их там положу. Давайте листочки я занесу в детскую, а вы идите в храм. Потом заберете все свои листочки. После службы, после службы, после службы машины. Все. Они там будут лежать на полочке, не переживайте. Роботы сейчас, ребятишек, их нету. Да, холодно, 27 градусов мороза сегодня. А они живут за пределами Барнаула, там где-то на станции. Песня. 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 Песня.